Всем привет, котята! Меня зовут Лана, и что-то странное происходит. Мне кажется, еще немного, и самым популярным видео на моем канале будет шорт с вот этой длинной носой борзой. Я не шучу, просто этот шорт набирает какие-то нереальные просмотры, я понимаю, что это был тренд, но не настолько же, пожалуйста, остановитесь. Но пока это всем интересно, я решила, почему бы не сделать скин этой собаки. В общем, сегодня я буду делать скин мемной борзой, или длинноносой собачки, или же еще кто-то говорит, hear me. Ну, в общем, из этого звука, я думаю, вы помните. На самом деле, я думала, что уже поздновато делать такой скин, но раз шорты смотрят, то, надеюсь, вам это интересно. Можете поставить лайк и подписаться на канал, я тут периодически делаю всякие интересные скины. Итак, давайте начнем. Для начала нам надо бы, я думаю, выбрать тело. Поскольку собачка у нас нереально худая, то и выбирать мы будем, может быть, вот как-то так, что-нибудь типа скелета. Можно было бы, конечно, взять какое-нибудь человеческое тело и попробовать на нем. Но мне почему-то кажется, что это будет немного странно. Вот, например, если вот такое вот что-то брать за основу, а еще оно ломается постоянно. Да почините вы голову, господи! Если честно, я не знаю, как вернуть это в нормальный вид. Вы видите, что здесь с головой происходит? Давайте сразу попробуем взять голову, какую-нибудь, которую я буду использовать. Возможно, опять же, с персонажей я возьму, знаете, самую вот эту вот банальную вот голову от City Life Woman. В большинстве случаев она срабатывает. Так, она тоже немножко большевата, не знаю, в чем здесь дело, но я надеюсь, что мы сейчас разберемся. Итак, для того, чтобы вот это превратить в нашу собачку, нам нужна голова. Ну, то есть, аксессуар этой самой головы собачки. Но еще нам нужна какая-нибудь одежда. И желательно 3D-шная, потому что, ну, пальчики вот эти вот все очень сложно превратить в собаку. Так что я надеюсь, что здесь, среди курток, возможно, будет что-то, что мне нужно. Я буду делать беленькую борзую, потому что мне кажется, что это самое такое распространенное, да я и сама их в жизни видела. То есть, нам нужно что-то пушистое, что-то пушистое и белое. Вот это вот выглядит неплохо, но оно немножечко полнит персонажа, то есть, тут надо вообще скелета брать. Слушайте, а кто мне запретит? Хорошая идея, давайте попробуем взять тело скелета. Так, я прямо сейчас, наверное, это и сделаю, потому что, вы помните, у меня был куплен вот этот вот скелли. И я даже уже использовала его некоторые конечности для некоторых скинов. Давайте посмотрим, сработает ли это в этот раз. Слушайте, ну, вроде неплохо. Для интереса можно еще и голову взять, но мне кажется, что тут снова что-то не так. Ну, да, довольно интересно, но немного странно. Мне кажется, надо поискать еще, либо руки все-таки, может быть, стоило оставить те человеческие. Давайте отсюда их возьмем, вроде такое же абсолютное тело. Так, вот эта рука и вот эта рука. Что-то странное творится. Я думала, что получится немножко лучше. Так, допустим, допустим, одни лапки тоненькие, другие лапки не тоненькие. Мне кажется, не хватает хвоста. Вот хвост добавить и все сразу станет хорошо, вы как считаете? Так, ну ладно, мне нужно что-то здесь исправлять. Давайте посмотрим, может быть, есть какой-нибудь другой мех. Так, продолжаем поиск нашего пушистого костюма. Есть еще вот такой медвежий, но он еще более крупный. Посмотрите, какой ужас. Господи, я сейчас забуду, как выглядит борзая. Но я думаю, что мы с вами справимся. Мне просто нужен пушистый костюм. Слушайте, а может быть мне искать по запросу какой-нибудь пух? Смотрите, какая милота. Мне нравится. Очень классный костюм. Можно купить только его и не покупать вообще ничего. В Роблоксе ходить в 3D игры и будет выглядеть круто. Но, слушайте, а не будет что ли меха? Может быть, надо искать среди всех? О, подождите, смотрите, они сделали целую кучу таких милашных комбезов. Мне очень нравится. Но нет, ну пожалуйста, ну дайте мне что-то пушистое. Нет, ну вы посмотрите. Это динозавр и коровка. Просто идеально. А есть еще такой вот в банановом цвете. А, как вам? Ой, я не могу. Но мне нужно что-то... Так, давайте по-другому. Давайте флав. Угу, угу, не то. А если искать по всей 3D одежде? А если вот так вот? Ну, тут побольше, конечно, всякие пушистенькие штуки интересные. Так, вот эта вот штука. Знаете, я думаю, что можно, наверное, вернуться к этому костюму. Он довольно неплохо выглядит. Но, ребят, здесь есть вот это слово. Я не знаю, почему именно по нему находится столько костюмов. И я думаю, что какой-то мы из них, наверное, сможем использовать. Может, этот беленький? А ну-ка. А, ребят, смотрите, он не среди курток, поэтому надевается один на один. Мне нравится. Смотрите, форма лапок-то какая. Слушайте, отлично выглядит. Отлично выглядит. Но мне кажется, что тело немножечко не то. То есть, конечности меня устраивают. Длинные лапы, передние такие. Немного мощнее, чем хотелось. Но вообще-то это женские руки. Так что, ну, пойдет, пойдет. Так, давайте посмотрим по вот этому телу. Может быть, мы сможем найти что-то более похожее на борзую. То есть, у нее такая очень выпуклая грудная клетка. И она вся совсем сплюснутая. И я думаю, что, в принципе, мы могли бы использовать тело какого-нибудь, не знаю, аллигатора. О, кстати, мне нравится эта голова. Давайте-ка попробуем ее сюда взять. О, слушайте, что-то в этом есть. Я думаю, что она нам может пригодиться, потому что я собираюсь надеть сюда, ну, вы поняли, голову, которая из мема. Ну, в общем, предмет. И я надеюсь, что он налезет, конечно, на вот эту голову. Но если нет, я возьму лампочку. Почему бы и нет? Давайте смотреть, что у нас тут есть. Пока что не вижу ничего, что могло бы, ну, выглядеть как вот такая вот драконья, не знаю, динозаври. Вот, может, вот это тело? А ну-ка. Тело пришельца. Стоит, конечно, 500 робоксов ради одного тела и не очень-то он похож на собаку. Но давайте примерим. Неплохо, но очень широкий получился плечевой пояс, так что нет. А что, если попробовать вот это тело? Оно кажется странным, но это же скелет, в принципе. Так, вот это вот. А ну-ка. Ну, в целом, что-то в этом есть, только какой-то очень широкий персонаж. Давайте-ка поменяем что-нибудь. Так, я считаю, что ширину максимально вот сюда, глубину. А вот глубину давайте увеличим. Ага, примерно так. Ну да, давайте сделаем высоту поменьше, а то уж сильно она у меня уехала. И в принципе, в принципе, это немного даже похоже на собаку. Так, я тут немного подправила пропорции. Вот так мне нравится чуть больше, еще голову в белый, ну, чтобы она не сильно бросалась в глаза. Я думаю, что вот с этим уже как-то можно жить. Но не хватает чего? Хвоста и, конечно же, головы. Давайте начнем с хвоста, потому что, ну, голову, я думаю, вы все ждете. Шея меня, конечно, смущает очень уж на длинное, но я думаю, что мы с этим что-нибудь сделаем. Итак, тут все просто. Ищем белый хвост. Это все, что нам нужно. И давайте смотреть. У борзых хвост довольно пушистый, но не настолько пушистый. Можно было бы искать сразу хвост собаки, но мне кажется, что это очень ограничит наши поиски. А вот, смотрите, хвост собаки. Откуда он растет? Из середины позвоночника? Нет, это нам не нужно такое, спасибо. Я думаю, что мы найдем нужный хвост, тем более хвостов в Роблоксе уж совсем много. Вот это неплохо. Вполне себе такой собачий, только это хвост снежного волка. Ну, в принципе, нам тоже подходит. А может, вот этот вот? Вот этот получше. Вполне себе. Мне нравится, мне нравится его форма. Можно попробовать, конечно, еще вот такой вот. Нет, тоже опять как-то из спины торчит. Ну, хоть тут и много хвостов, но мне кажется, что мы нашли лучший. У меня еще хвост гиены, но он тоже, видите, куда-то наверх. Я буду все сравнивать с этим хвостом, потому что вроде как я определилась. О, можно бубликом. Но, насколько я знаю, у борзых хвост не заворачивается. Он у них так вот висит, поэтому пусть так и висит. А это что? А, это, ого, много хвостов. Нет, нам хватит одного. Ну что ж, я думаю, что пока что мы определились. Слушайте, ну если не смотреть на голову, не смотрите вот так вот на голову, то вполне себе тело борзой. Очень худое, очень такое вот и интересное. И давайте, давайте продолжим. Итак, самое интересное. Это, собственно, голова. Я думаю, что если вы интересовались этим мемом, вы, возможно, уже видели эти предметы. Оу, слушайте, смотрите, какая клад... А. А. Что это? Не, ну в принципе, можно вот так вот, типа, скин готов, просто не повторяю, не поворачивать тело. Это очень прикольно. Но мне кажется, что надо использовать что-то такое. Э, в смысле? В смысле, что с головой-то? О, это не очень мне нравится. Ммм, придется как-то это маскировать. Либо голову брать другую. Кстати, надо бы увеличить размер, потому что сама голова, в принципе, маловатая, кажется. Так, ну подождите, тут есть еще вот такая штука. Надо тоже, надо что-то добавлять. Мне тоже очень нравится вот этот вот предметик. Есть еще вот такой предмет. Это очень странно. Я говорю, hear me. Ну, кстати, здесь смотрится получше. Но, блин, это какой-то муравьед, а не собака. Ладно, давайте. О, господи. Это можно сравнивать с собой, смотрите. И я хочу в который раз повториться. Я не издеваюсь над собаками. Просто это мем. Мем смешной. Собачка очень хорошенькая. Но это реально муравьед. Так что эту штуку мы брать не будем. А это куда? А, это на голову. Смотрите, какая милашка. У нее такие лапки смешные. Капец. Да, неплохо. Но есть еще запрос нос. Потому что вполне себе по этому запросу может быть какой-то предмет. Я не удивлюсь, что кто-то мог назвать, ну, предмет там длинноносая собачка. Опа, длинноносая собачка. Ладно, давайте еще что-нибудь поищем. О, какие прикольные лица. Это я так часто проверить. Выглядит довольно неплохо. Возможно, как-нибудь можно будет использовать. Но мы сейчас ищем борзой. Может быть... Let me... Вот она. А, ну она по борзой тоже находится. Ага. А если же, например, дует... Там же дует... Что это за красота? Посмотрите. Посмотрите. Что это? Какие уши. Я не могу. Но, честно, немного странно выглядит этот предмет с этим телом. Я бы, наверное, все-таки взяла другое. Я не знаю, вот эта вот надпись. Didn't I do it for you? Но там было не так. Поэтому, мне кажется, это не отсюда. Либо кто-то перепутал фразу. Я видела еще предмет вот с таким названием. А тут, господи, это реально уже муравьец. Сто процентов. Так. Возвращаемся тогда к нашему первому варианту. Вот этой вот голове. Ой, только надо вот это вот снять. И что у нас получается? Очень странная голова. Знаете, я думаю, что это можно немножко компенсировать каким-нибудь мехом. Во-первых, голову мы попробуем сделать побольше. Где тут масштаб? Вот, допустим. Вот, допустим. Сильно лучше не стало. Но хотя бы по пропорциям немножечко стало понятнее. А теперь давайте попробуем найти какой-нибудь мех. И желательно мех на шею. Как там? Фур? Такого меха явно не хватит. Давайте искать что-то помасштабнее. Это неплохо, но мне не очень нравится этот контур. О-о-о. Смотрите, какая хорошенькая. Какая пушистая получается. Так. Вот можно как-то персонажа в роблоксе поставить на четвереньки? Можно? Нет? Мне срочно нужна эмоция. Эмоция четверенек. Есть вот такая вот. Ну, типа, как будто... Нет, не очень понятно. А если сделать вот это вот геройское при земле? Ха! Смотрите! Вот она на четверик. Слушайте, а мне нравится. Мне нравится этот мех вполне себе. Ну, уже очень похоже на эту собаку. Ну, согласитесь. Но я думаю, что мех можно поискать и другой. Давайте запомним его. Можно лисичку есть, да. Но мне кажется, что тут определенно нужен какой-то мех, потому что без него шея выглядит ну совсем жутко. О, такая штука есть. Это немного странно. А если же сделать флав? То же самое, по-моему, находится, да? А! Ну, это вот... Это тот же самый предмет, который мне и понравился. И этот я тоже уже вроде видела. Какая-то проблема тут. О, вот это вот неплохо. Тоже, смотрите, довольно миленько. А ну-ка. А чисти выглядит как кусок снега, но в целом вполне возможно, что шерсть легла именно так. Так, еще раз наше геройское приземление. Слушайте, ребят, ну мне кажется, вполне себе похоже. По крайней мере, я не знаю, как сделать в Роблоксе скин лучше этого и более похожий на борзу. Чтобы она была еще такой худой, с такой вот грудной клеткой, лапками и, конечно же, вот этим прекрасным носом. Нос недостаточно длинный, я считаю. Чуть-чуть. Даже вот у реальных борзых он немножечко длиннее. То есть здесь относительно черепа, ну он как будто коротковат. Либо я уже мемов насмотрелась, не знаю. Так что, ребят, надеюсь, что вам понравился этот скин. Кстати, стоит он 708 робоксов. Можно было бы, конечно, на чем-то сэкономить. Но мне кажется, что это вполне себе того стоит. Так что, надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, а на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok